Память и слава Это случайно памятное место, где в стеллах и монументах запечатлены героические подвиги ингушских защитников Отечества и самые трагичные дни в истории народа. Прибывшие гости останавливаются у каждого памятника. Вот гид, к примеру, рассказывает о последнем защитнике Брестской крепости у Матгиреи Бархануеве. Услышав немецкую речь, ингуш достал из Кабулы оружие и застрелился. Когда проверили документы, оказалось, что это был уроженец Ингушетии, старший лейтенант Матгирей Бархануев. Мемориальный комплекс жертвам репрессий, памятник ингушскому полку дикой дивизии, мемориальная доска с именами уроженцев Ингушетии, удостойных высших степеней отличия СССР и звания Героя России. Байкеры, а также члены семей участников мотопробега ознакомятся с самыми важными и торжественными событиями в истории Ингушетии. Очень рады, что приехали в ваш город, потому что потрясающие виды, природа, климат, просто супер. Опричники вместе с представителями местного мотоклуба «Эрзи» возложили цветы у вечного огня. Мотоклуб «Гвардейцы» официально ведет свою деятельность на территории 11 регионов России и Республики Беларусь. Среди членов клуба действующие сотрудники и ветераны правоохранительных органов различных силовых структур, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий. Их всех объединили одни цели и взгляды на жизнь. Мы представляем Петербург, собственно, где и зародился наш мотоклуб. И сегодня у нас мотопробег, и приехали наши братья из различных регионов, из 13 регионов России. Встретили нас братья, представители мотоклуба «Эрзи», за что им огромная благодарность. За экскурсию и с каждым разом, сколько сюда приезжаем, узнаем каждый раз что-то новое о республике, о народе. И вот у меня я уже, наверное, раз в третий в Владикавказе и в Ингушетии. И вот особенно Ингушетия меня не перестает удивлять своей доброжелательностью, встречей. Вот Осман не даст соврать, как в том году. То есть это искренняя доброта, душевность. И, собственно, сейчас имели честь заехать к вам в гости. Поедем дальше сегодня и закончим сегодня свой пробег уже в Феогдоне. В мотопробеге принимают участие представители различных народов и конфессий. Мероприятие организовано в поддержку специальной военной операции и военнослужащих, самоотверженно исполняющих свой воинский долг, защищая интересы страны на поле боя. Не первый раз на нашей земле. Это показатель того, что им здесь комфортно, что нас радует. Я надеюсь, что это взаимно. Поэтому приезжал Владимир первый раз один, второй раз почти не один. А сейчас он приехал 200 человек почти за ним. Поэтому нас этот, как самый маленький регион нашей страны, радует, что такой интерес повышенный к нашей республике, значит, мы в правильном направлении. Подобные мероприятия очень значимы. Характер развития межнациональных связей и развития межнационального мира и согласия на всей территории России. Надеемся, что подобные мероприятия, это не последний раз наши друзья посещают нашу республику. В заключении президенты мотоклубов обменялись подарками. Символично, что гвардсмен ЛЕМС преподнесли щит, а ЭСЗ, в свою очередь, меч. Два подарка дополняют друг друга. Традиция нашего народа, когда строится дом, гостевая комната делается в самом глубине дома, дальше от входа. Это для того, чтобы, если гость будет в доме, и если, не дай бог, какие-то неприятели приходят, гость должен быть самый защищенный. До него могут добраться только тогда, когда уже все домочадцы, как бы, их уже не встанет. Поэтому, пока вы на территории республики, мы за вас отвечаем. А пока нас не будет в Питере, защищайтесь, как можете. Адам Мережков, Молодгирий Ахильгов, Магаз, 24.